добрый день дорогие ребята сегодня мы с вами проведем урок практикум по комплексным соединениям нам сегодня предстоит закрепить знания о строении и номенклатуре комплексных соединений а также познакомиться со способами получения и важнейшими областями применения этих веществ раскрыть на примере комплексных соединений идеи многообразия взаимосвязи органических и неорганических веществ их роли в окружающем мире а также развить ваше умение самостоятельно добывать знания и умение ориентироваться в сложном многообразии окружающего мира проверим домашнее задание вам на дом было задано назвать предложенные вещества давайте посмотрим как вы справились первое основание рейзе называется гидрооксид тетраамина платины 2 соль чугаева трихлорид пентаамина хлора платины пента амина хлора платины 4 соль цейзе этилен трихлора платино ткалия 2 пурпурья соль дихлорид пентаамина хлора кобальта красцео соль хлорид тетраамина динитра кобальта соль рейнеке тетрародана диамина хромат аммония соль магнуса тетрахлороплатинат тетраамин платины 4 чтобы получить допуск в мир комплексов вам предстоит выполнить маленький химический диктан за каждый правильный ответ вы получаете по пол балла и всего ответив на 10 вопросов вы получите 5 баллов если все правильно первый вопрос центральный атом или ион чаще д металл второй молекула или ион связанные с комплексообразовательным донорно акцепторной связью третье автор координационной теории четвертое количество легандов входящих в состав комплексного иона пятый атом или ион имеющий свободные пары электронов шестой атом или ион имеющий свободные орбитали седьмой вид химической связи между внешней и внутренней сферами комплекса восьмой ионы связанные с комплексным ионом ионной связью девятый и он состоящий из д металла и легандов десятый название леганда h2o nh3 давайте проверим ваши ответы как вы справились первое комплексообразователь второе леганд третье альфред вернир четвертое координационное число пятое донор шестое акцептор седьмое ионная восьмое внешняя сфера девятая внутренняя сфера десятая аква амин следующее мы остановимся с вами настроение комплексов давайте вспомним строение комплексных соединений и он который заключен в квадратной скобке называется комплексный и он или внутренняя сфера все что находится вне квадратных скобок называется внешняя сфера и он который находится во внутренней сфере и непосредственно связанный с числом молекул или ионов называется комплексообразователем, а молекулы или ионы называются легандами. Их число называется координационное число. Попробуем рассчитать степень окисления иона комплексообразователя. Перед вами соединение. Попробуйте рассчитать степень иона комплексообразователя в этих соединениях. Давайте с вами проверим, как вы справились. Натрий-3 алюминий в ТОР-6. Заряд комплексообразователя плюс 3. Калий-магний-хлор-3. Комплексообразователя заряд магния 2+. Натрий- алюминий у H4-жды. Заряд комплексообразователя плюс 3. Натрий-4 ферром-ЦН-6. Заряд комплексообразователя плюс 2. Натрий-3 алюминий у H6-жды. Заряд комплексообразователя плюс 3. Купрум-НН-4-жды-хлор-2. Заряд комплексообразователя меди плюс 2. Вспомним название некоторых легандов. H2O-аква, NH3-амин, H+, гидрида, OH-гидрокса, CN-циана, фтор-фтора, хлорид ион хлора, NO2-нитра, бромид ион брома, сульфат ион сульфато, СО-молекула карбонил, НЦС-тиоцианата или радана, О2-окса, С2-тио, NO-нитразил. Попробуйте назвать следующие комплексные соединения. Натрий-4 феррум-ЦН-6, барий-цинк-УАЖ-4-жды, кобальт-НН-3-4-жды-хлор-2, калий-алюминий-УАЖ-6-жды. Второе задание. Составьте формулы комплексов по частям и назовите их. При затруднении посмотрите в справочник опорный конспект. Задание 3. Составьте формулу комплекса по названию гексоцианоферат калия-2, гексогидрокса алюминат натрия, сульфат тетраамин меди-2. Попробуем с вами решить задачу. Вывести формулу комплекса, которую в страшном секрете хранил мастер Турнул. Решение задачи на вывод молекулярной формулы вещества по следующим данным. Молекулярная масса вещества 329 г на моль, массовая доля калия 35,56%, массовая доля железа 17,02%, массовая доля углерода 21,88% и остальное азот. Правильным ответом будет, калий-4, феррум-ЦН-6. Сверим ответы. Первое задание. Гексоцианоферат натрия-2, тетрагидрокса цинкат бария, хлорид тетраамин кобальта-2, гексогидрокса алюминат калия. Второе задание. Аргентум-Н3-2-хлор, цинк-H2O4-СУ4, натрий-3-феррум-ЦН-6, калий-4-феррум-ЦН-6, натрий-3-алюминий-УА6-Д, купрум-НН3-4-СУ4. Тренируемся в названиях. Проверьте предложенные названия комплексных соединений. Если название неправильное, дайте верный вариант. Алюминий H2O6-хлор-3, хлорид, гексааква-алюминия, калий-2, платина-хлор-6, гексахлорид-платинат, калия-4. Натрий-2, цинк-УАЖ-4-жды, тетра-гидроксоцинкат натрия. Купром-ННН-4-жды, УАЖ-2-жды, гидрооксид, тетра-аммиакат, меди. Составьте координационную формулу соединения никель-бром-2 умножить на 5ННН-3, если координационное число комплексообразовательно равно 6. В ответе укажите заряд комплексного иона. Решение. В координационной формуле внутренняя сфера соединения комплексообразователей-леганды должна быть записана внутри квадратных скобок, а внешняя сфера за скобками. Комплексообразователем в данном случае служит ион никеля-2+. Молекулы аммиака могут находиться только в числе легандов во внутренней сфере, так как они электронейтральны. Бромид ионы бром-минус могут быть как легандами и находиться во внешней сфере. По условию координационное число никеля равно 6, поэтому легандами являются 5 молекул аммиака и 1 ион брома, а другой бромид ион составляет внешнюю сферу комплексного соединения. Никель NH3-трижды бром-бром, в котором заряд комплексного иона равен плюс единице. Ответ плюс 1. Следующая задача. Из сочетаний частиц гидраргерум-2+, NH3, йод- и калий можно составить 5 координационных формул комплексных соединений ртути. Укажите формулы данных соединений, если координационное число ртути равно 4. Назовите эти соединения и запишите уравнение их диссоциации на ионы. Решение. Из сочетания частиц можно составить следующие 5 координационных формул комплексных соединений ртути, где у ртути комплексное число равно 4. Первое соединение – ди-йода-амина-ртуть-2. Второе соединение – моноамина-три-йода-меркурат-калия-2. Третье соединение – тетра-йода-меркурат-калия-2. Четвертое соединение – йодид-триамина-мона-йода-ртути-2. Пятое соединение – йодид-тетра-амина-ртути-2. Первичная и вторичная диссоциация данных комплексов представлена на слайдах. Чтобы получить комплексное соединение, к раствору хлорида меди-2 медленно прибавляют избыток раствора аммиака, при этом образуется осадок, который затем растворяется. Назовите полученное комплексное соединение. Следующее задание. При взаимодействии хлорида железа с желтой кровяной солью образуется берлинская лазурь голубого цвета. Пожалуйста, назовите данное комплексное соединение. Еще одно задание для вас. Может ли слабая кислота способствовать образованию сильного основания? Что за абсурдный вопрос? Однако это происходит при добавлении к раствору фторида калия борной кислоты. В соответствии с уравнением реакции образуется очень устойчивый комплекс, малорастворимый в воде. Одновременно в растворе появляется гидрооксид калия, сильное основание. Назовите, пожалуйста, комплексное соединение, полученное в этой реакции калий-бор-фтор-4. Перед вами секрет Якоба Вайца. В 1704 году во время осады Нарвы русскими войсками комендант крепости шведский генерал Горн получал регулярные донесения разведчиков, которые маскировались под записки незначительного содержания. Горн прикладывал их к кафелю на топленной печи и между строк проступали синие буквы. Симпатические чернила изобрел шведский аптекарь Якоб Вайц. Хлорид гекса аквакобальта бледно-розового цвета. Если его подогреть, комплекс меняет состав и превращается в синий ди-хлора аквакобальт. Напишите формулы названных комплексов. Пропуск из мира комплексов. Что не успели, доделаем дома. Вам предлагается задание уровня А, уровня Б и уровня С. Попробуйте справиться с этими заданиями. Я вам желаю успеха. Также вашим домашним заданием будет определить внутреннюю и внешнюю сферы соединения и составить формулу соединения, если известно, что его молекула содержит ионы никель, хлор, а также три молекулы аммиака. До новых встреч. До свидания.